так парни вкратце что надо делать чтобы звук работал в принципе работает приглушение звука для этого достаточно либо пользоваться менюшка вейса ставили руши соответственно убрать но это не всегда удобно можно пользоваться кнопкой как назначить кнопку выходите в главное меню настройки настройки дополнений пардон управления настройки дополнения и вот в этом списке выбираете рвб руши назначайте кнопочку которую вам удобно вот эта кнопочка если вы назначите то нажимая в игре ее и держа у вас будет временно приглушаться звук если кнопочку отпустите звук соответственно появится вот такая приблуда для тонких ценителей и как мы видим звук работы более того эти беруши автоматически при посадке в технику или за стационарное орудие потому что стационарные орудия тоже считаются как техника проверяем звук приглашен садимся и все хорошо далее второй вопрос паркур не все понимают где его быстро настроить он вам очень нужен чтобы не бегать как собачка вокруг заборов вокруг других каких-то предметов видео таких контейнеров и можно даже залазить на более высокие места подсаживаясь друг на друга или запрыгивать такой бункер что нужно для того чтобы паркур работал escape заходите вот в это меню настройка паркура выбираете кнопку назначаете кнопку которая вам нравится любая допустим у меня стоит user action 10 назначили далее переходите в настройки в управление и вот в этой менюшке свои настройки и здесь дублируете вот это вот действие использовать действие 10 это то что было здесь user action 10 здесь назначаете кнопку в данном случае не пробил и все даже на месте там могли подпрыгнуть паркурчик у нас отличается от оригинального он подправлен и сделан не для тормозов то есть анимация живая немножко побыстрее работы более реалистично комфортно вы все-таки бойцы как бы нечего спать на этих мешках как-то так что еще можно интересно увидеть у нас есть линейка кому-то нужно где-то что-то измерить какое-то расстояние можно конечно вот открывать карту считать вот эти вот квадратики допустим вот мы находимся здесь а нам нужно расстояние ну допустим до этого домика по квадратам тут ну 200 метров понятно сколько будет поточнее трудно сказать что нужно сделать нажимаете r кликайте мышкой на себя держа кнопку r появляется . красно дальше держа кнопку р тыкайте на тот объект до которого нужно определить расстояние и нажимаете клик мышки и у вас появляется такая линейка вот она 15 километров в ней прописан азимут вот эти данные нужны не для всех игр а только для игры с ручным наведением артиллерий поэтому на данную надпись кто с этим не играет можете не обращать внимание вот вы видите что до от вас до объекта 250 метров чтобы линейку убрать держите еще раз р и нажимаете просто еще раз клик мышки то есть р-клик и в нужное место р-клик и в нужное место первый клик на себя и в нужное место вот такая вот интересная линейка далее что еще вы можете увидеть здесь наш арсенал вы можете увидеть много разных там небольших мелких фишечек но в игре они приятные например например возьмем автомат и постреляем по металлу видите осколки белые вот это искры визуальные эффекты которые добавляются нашим маленьким замечательным модом далее что еще можно с помощью нашего мода у кого-то есть точнее отсутствует некоторый делся и в которых есть техника например у меня нету вот этого делся коммунитарная там помощь оранж и я в принципе не могу сесть за эту машину в игре кроме как за пассажирские места но благодаря вот такой функции я могу сесть машину без делся до рекламка будет светиться но ничего страшного зато я могу управлять полноценно машина и так в принципе в любую дилсишную технику будет высвечиваться специальная такая вот команда все из-за водителя в транспорте фавор без делся и вы сможете по крайней мере рулить за стрелка вы не сядете если эта техника будет боевая к сожалению вот скрипт еще тут не допили и если вы убьете водителя то вы не сможете на его место сесть выкинув его тоже такая недоработка скрипта ну к сожалению ничего не поделаешь вот поэтому просто просите другого человека у которого есть делсишка он садится за руль выкидывает мертвого водителя а дальше вы спокойно уже можете пользоваться транспортом также вы вот к сожалению не можете в машине пересесть обратно потому что данная команда работает только снаружи но это лучше чем ничего может быть кому-то это пригодится есть возможность сделать компас больше меньше кто как любит и этот и вот этот для этого нужно зайти вот сюда и здесь выбрать размеры единственная данная настройка срабатывает после рестарта игры поэтому онлайн в игре вы компас не поменяете размер его ну кому-то может пригодиться также вот дает вам такую маленькую функцию удобную как поворот любой статичной техники в которой есть такая недоработка на 360 градусов когда вы вот так вот крутитесь не думайте что вам арма дала эту возможность данная техника только крутится на определенный угол по умолчанию теперь вы можете спокойно плющить всех вокруг что еще можно например в домах чтобы не пугать ботов выстрелами а делать все по умному вы можете разбить стекла прикладом и потом уже спокойно стрелять чтобы не делать постоянно вот эти вот работает работает это почти со всеми стеклами пирайна ванилки так далее вот с такими домами может быть не работает сейчас мы проверим кстати говоря потому что это дома вообще там из другого моды древнего и у них как таковых стекол то и нету физически то есть они тут нарисованы чисто оттенком но их физически в домах нету поэтому тут ничего не бьется убийца не будет до пролазить также если у вас нет карты но карта есть у вашего коллеги игрока соседнего вы можете к нему подойти и нажать кнопку м и посмотреть карту от него продемонстрировать пока не могу в игре это все заметите также добавляется вот с правой стороны очень удобный список пассажиров сразу видно кто сел кто сидит чтобы сразу тронуться с места не тормозить и так далее и тому подобное видно кто на каком месте сидит и видно кто кем является по ролеплее в данном случае у меня был слот инженера сразу написано что я инженер для тех у кого подводит память иногда